Девочка-пай 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 Давай, живее, живее. Да успеем, не торопись. Пропустите нас, пожалуйста. Мы опасные товарищи. Куда же торопимся, а? Слава богу, успели. Аккуратнее. Извините. Красавчик, а ой, как тебе? Пошли. Как тебе? Не как у меня, Олег. Путы. Я забыла, ты же у нас без пяти минут замужем. Скучно с тобой. Ну, ты с тобой весело, озабоченная. А будущий педагог должен быть? Морально устойчивый. Держи, подержи. Сейчас, звонит. И что, Олежек? Иди. Алло, Олежек, привет. Верочка, привет. Ты не забыла про собеседование? Ну, конечно, помню. Но еще полтора часа до собеседования. А ты где сейчас сама? А мы на вокзале, я провожаю Тома, она едет к родителям. А, Томе привет, тебя целую. Не вздумай забыть про собеседование. Здравствуйте. Все, не могу говорить больше, целую, пока. Проходите, прошу вас. Спасибо. Продолжим. Олег Григорьевич, скажите, что было сделано департаментом образования нашей области в прошлом году? Ну, можно побыстрее там, а? Ну и очередь. Ну что? Что, волнуется? Да я тоже боюсь. Все-таки первое собеседование элитной гимназии. Вера, ну не смеши меня. Жених работает в департаменте образования, а она боится, что не устроится на работу в лицее. Ой, обо мне бы кто позаботился. Девушка, дайте билет, поезд вот-вот отойдет. Так, мне можно отлучиться? Как вы считаете, можно? Спасибо большое. Спасибо всем. Ну что ж такое-то? Ну время-то вон, смотрите. Нам же ехать надо. На втором пути электропоезд до Манихина. На втором пути электропоезд до Манихина. Что ж такое-то, а? Где мамка-то твоя? Граждане. Так, граждане. Кто ребенка-то потерял, а? Чей ребенок? Дымите совесть, кто же плачет? Где мамаша? Так, Зоя, давай вызывай быстро милицию. Ага. Послушайте. Да, да, девушка, да. Вы будете продавать билеты? Да подождите вы, девушка, где мамаша? Женщина, вы меня работаете, вы меня понимаете? Мне нельзя опаздывать. Продайте уже, в конце концов, эти чертова билета и занимайтесь дальше со своим ребенком. Да не кричите на меня, это вообще не мой ребенок. А чей? Чей это ребенок? Чей, чей? Так, женщина, скажите, это не ваш ребенок? Нет, не мой. Не знаете, да? Так, провожающие есть? О, Господи. Поднимите руку. Я? Ой, очень хорошо, девушка. Ой, тихо, тихо. Держите, держите. Да вы что? Давайте, давайте, девушка, давайте. Не работать надо. Все, пустите. Ну, возьми. Куда, Вер, чего я? Мне уезжать надо. Сейчас, погоди, сейчас что-нибудь придумаем. Пропустите меня, пожалуйста, извините. Девушка, у меня один билет до Новоподресского. Поживее, я вас очень прошу. Не надо меня подгонять. Спасибо большое. Так, возьми. Куда? Вер, послушай, ты прости меня, но, боже мой, ну, мне надо ехать. Вер, ты справишься. Я верю в тебя, давай. Все, пока. Слышь, Костяна, я только Таньку в роддом отвезу и сразу же назад. Да я-то ладно доберусь, вокзал рядом. Как я ребенка по твоему обратному повезу? На автобусе, что ли? Ну, поймай тачку. Ну, что ты тачку поймаешь? И не будь, товарищ капитан, в личных целях служебный транспорт использует. Слышь, Костяна, ну, не хочу я Таньку в чужой тачке возить, ну. Костяна, ну, подожди, а. Ну, а вдруг в водила туберкулезник попадется, а? Да и потом она в обратку повернуть может. Скажешь, что? Фух, фух. Все, схватки прекратились, поехали домой. Сос, все, 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 хорошо, давай, езжай. Только быстро, одна нога здесь, другая тоже здесь. Все, Костяна, я мигом. Спасибо. Девушка, ну, вы как ребенка держите, а? А что такое? Хотите, чтобы он шею сломал? Правильно держите. А как правильно? Поддерживайте головку, чтобы не запрокидывалось. Все учитесь. Женщина, может быть, вы его подержите, пока милиция придет. А то он на собеседование опаздывал. Милочка, я работаю. Ну, что? День добрый. Сотрудник отдела профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Константин Игнатьевич Толмачев. Ну, слава богу, не прошло года. Держите все, я побежала. Так, 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 взаимно приятно. Сначала протокольчик составим, потом вы побежите. Вы ребенка нашли? Нет, не я, кассир. Где кассир? Там? Да. Добрый день, можно вас? Да, я очень тороплюсь. Пожалуйста, держите. Что же вы делаете, девушка? Да стойте, в конце концов-то. Это же вам не авоська с огурцами. Девушка, то уделите вы пару минут своего бесценного времени судьбе этого маленького человека. Давайте. Только быстрее, пожалуйста. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Спасибо. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, распешитесь, пожалуйста, вот здесь По статье 37 предупреждена Дача ложных показаний наказывается штрафом В размере от 100 до 200-м рот Либо исправительными работами На срок до двух лет Либо арестом до трех месяцев Вам все ясно? Не можно идти? Да, пожалуйста, спасибо До свидания Все Все, спасибо за терпение Ну, слава богу, держите, все, я побежала Что же вы делаете? Блин Да как вы, да что вы, головку не запрокидывайте Как мне его держать? Откуда же я знаю, я что вам, женщина, что ли? Ну, держите сами, если... Я тороплюсь, ну что вы? Ну, если вы торопитесь, тогда идите Что вы указания мне делаете, командир? Что вы стоите? Идите Ты как сам ребенка ставишь? Давайте его сюда Ну, нате Все, плакал на совместидовании Спасибо, я сейчас быстро машину поймаю Сейчас, я секунду Вот здесь притормози Держи, быстрее Спасибо Приехали? Приехали Аккуратно там дверь Сумку возьмите, пожалуйста Первый раз такого милиционера вижу Который набомбили ездить Слушай, у меня напарник жену в рудом повез Что же мне делать, вставал же было Аккуратно, скользко Тише, тише, тише Нормально все с ним? Улыбается А у вас дети есть? Судя по тому, как я голову малыша держал Однозначно нет И жены Аккуратно, скользко Тоже нет Я тоже не замужем Пока А жених, значит, есть Ну все, мы приехали А почему дом малютки, а не больницы? На первом этаже здесь отделение для детей младшего возраста На втором, для младенцев Нам как раз туда Пойдемте, там люди грамотные нам помогут Проходите Здорово, Степаныч Здорово Здрасте Леш, твою дружу, матери пошли Кукушки Елки-маталки Че, хахель бросил? Или работы нет? Глаза твои бесстыжие Тихо, 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 Степаныч, ты чего? Фу, и не краснеет Ни стыда, ни совести Успокойся ты, дед Чего ты наговариваешь на нее? Она ребенка этого нашла и помогла мне привезти сюда Пойдемте, Вера, это Вот она как Виноват Прости, дочка Я бы этих кукушек к стенке был Пойдемте Без суда и следствия Пойдемте Видали бы, как эти дети Папу свою ждут Вы не сердитесь на меня, Степаныч, этот хороший Он здесь за всех за столбом, за вахтером Здравствуйте Здравствуйте, тетя Лена Вы к кому? Мы к заведующим, подкидыши оформлять Проходите Проходите, пожалуйста Ой, Господи Ему сердце разрывается Эх, ешь твою дрожь Ешь давай Что по тарелке-то все размазал Ходобень Светится весь Ну, кто так ест? Тот, кто не голоден Мам А когда мы кровати в старшей группе поменяем? Шатаются Того и гляди развалятся Деньги перечислят, тогда и поменяем Понятно А насчет поездки старших в Москву Ребят спрашивают Я все узнал Про аренду автобуса Экскурсии Смед составил Жениться тебе надо, Левушка Когда я буду внуков-то нянчить? Мам, ну Ты все-таки узнай насчет поездки А я заметил, что тебе Лиза нравится Хочешь мое мнение? Не вариант Мам Можно я сам решу, что для меня Вариант, а что не вариант Ну ладно Ну не сердись Ну правда Она какая-то ненадежная Ну вот увидишь Через полгода уйдет от нас В какой-нибудь частный детский садик Ну хватит Можно? Да, Лиза Да, входи, входи, можно А Я, наверное, лучше попозже Нет-нет-нет, как раз вовремя Только что о тебе говорили Папа Пап Пап Папа Папа, папочка Папочка, папа 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 А? Что? Слава Богу, папочка Я думала, ты умер Что ты глупости говоришь Прекрати Папа А? Я кушать хочу На, съешь что-нибудь Молоко Хлеб Молока нету Закончилось А Настя почему молчит? Спит? Да? Аня Где ребенок? А? Аня Аня Аня, где твоя сестра? Что ты сделала со своей сестрой? Аня, где твоя сестра, Аня? Спаркер 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 Скажите вы, ? Спаркер Вы не видели маленького, крупного ребенка Маленькое Ребенок Спаркер Нет Не Спаркер Ну, подкидыши не похоже. Уж больно здоровенькая девочка. Конверт новый. Сразу видно, что домашний ребенок. Да, похоже, вы правы, Анна Фессандриевна. Ну что? Да, вот здесь. Пожалуйста. Константин Сергеевич. Да. А вы мне обещали поговорить со своими по поводу камер наблюдения. Помните? Нас мальчишки всю южную терраску разрисовали. Я поговорил. Знаете, по-моему, проще мальчишек поймать и ушами надрать. Все экономят. Так что вряд ли. Жаль. Ну что ж, вы меня извините, я тороплюсь. Мне пора бежать. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Всего доброго. Счастливо. До свидания, Анна Фессандриевна. До свидания. Я тоже, наверное, пойду. А что же вы, не хотите взглянуть на вашу подопечную? Идите, идите. Лев вас проводит. Ну да. Вот наш дом. Здесь бассейн. Пока ремонт. А что, с мальчиком он наказан? Нет. Это Гриша. У него соматическая депрессия. Проще говоря, он не хочет жить. Господи, почему? Гришу дважды возвращали из приемных семей под разными предлогами. А дети, они же все чувствуют. Особенно, когда их не хотят. И вы так спокойно об этом говорите? Так иначе здесь можно с ума сойти. Случайно родились. Случайно выжили. Вы слышите, что вы говорите? Как человеческая жизнь может быть случайной? Раньше тоже думал. Нет. Я сейчас понял. Может. Мы все делаем, чтобы придать ей какой-то смысл. Вера, твоих родителей больше нет. Зато у тебя теперь много друзей. Как она? Ничего, поела. Спит пока. А можно поближе? Да. Я так понял, вы недавно закончили педагогически? Да, полгода назад. Чем занимались? Мучилась на курсах. Получала дополнительное образование. Понятно. Детей у нас немного. Все больше мы маленькие. Два-три года. Воспитателей все равно не хватает. Ну, в школе, конечно, гораздо сложнее работать. А вы не хотите попробовать? Что попробовать? Ну, я вижу, вы детей любите. Воспитательно поработайте. Вообще-то у меня уже есть работа. Ну, то есть не совсем еще. Я не прошла собеседование, но я думаю... Можете не объяснять, понятно. От нас молодежь бежит, как с солнечного корабля. Это не мама, это тетя Вера. Она пришла к нам в гости. Пойдемте. Бегите, бегите, бегите. Пойдем, 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 пойдем. Пойдемте в игровую, посмотрим, что там у нас. Пойдем. Даже в гости нечего. Не отставай, давай. Они в каждой женщине готовы видеть мать. Пойдем. Вы к кому? Здравствуйте. Я к директору на собеседовании. Фамилия? Моя фамилия Суворина. Вы опоздали тут. Я знаю, я объясню. Директор уже уехал. Всего хорошего. Спасибо. Аня! Садись, папа. Мне кости приготовила. Анна! Подойди сюда. Где ты оставила свою сестру? А ну, вспоминай. Куда ты ее отнесла? Я же говорю. В парке, Анна. В парке ее нет. Я все обыскал. Никто не видел ребенка. Аня, ну что ты наделала, а? Ты хоть понимаешь, что Настенька может умереть? Она может простудиться. И умереть от холода. Ее могут забрать люди чужие, плохие. Ты понимаешь это? Анечка, я прошу тебя, подумай. Хорошенько подумай и вспомни, куда ты отнесла свою сестру. Она плохая. Кто? Настя плохая. Она маму убила. Тебе, солнышко. Спасибо. Ох, какая красота. Ну что, значит, отмечаем начало трудовой жизни, да? Конечно, отмечаем. Сейчас я тебе все расскажу. Давай, рассказывай. Как собеседование? Ой, лучше не спрашивай. Почему? Сегодня такое было. Так, так, заинтриговала. Давай, рассказывай. Давай я тебе салатик положу. Давай, положи. Ну, давай. Ну, Вера, ну мы же даже не чокнулись. Прости. Давай, за новую веху в твоей жизни. Пусть она будет удачной. Ну, давай. Рассказывай. Ты понимаешь, я сегодня провожала Тома. Ну, подожди с Томой. Ты расскажи, как собеседование прошло. Как Захар Павлович тебя встретил. Расскажи. Как тебе? А ты знаешь, я его даже не видела. Как? Почему? А кто с тобой разговаривал? Заместитель? Добрынин? Да, как тебе сказать. Вообще-то я даже в лицо и не попала. Почему? Я опоздала. Подожди, а что же мы празднуем? Ты на работу устроилась? Конечно, устроилась. Ты ешь. Этот салат очень вкусный. Да, спасибо. Понимаешь, мы сегодня на вокзале нашли ребенка под кидыш. Так. И я повезла его в дом малютки. Подожди, с малюткой? Я никак не могу понять, мы о какой работе говорим, а? Я же тебе говорю. График пять дней в неделю. Зарплата небольшая, зато на отбавки. В общем, жить можно. Понял. Вера, ты на какую работу устроилась, а? Факел. Давайте сюда градусник. Сколько? Ого. Тридцать девять и восемь. Так, мы увозим его. Собирайтесь. Это на розыгрыш похоже, понимаешь? Это не розыгрыш, Олег. Это правда. Вера, ты дура, что ли? Я не пойму. Не зми меня так называть. А как тебя называть, если ты тридцать штук на пять копеек променяла? Могли ремонт сделать, нам на море поехать. Этот Захар Палч, если ему надо, так он мне весь мозг вынес. Двух его детей в детский сад устроил. Такая замечательная сделка получилась. Такой бартер у нас. И тут ты со своим домом малютки. Ты знаешь, о чем говоришь. Если бы ты видел этого мальчика... Какого мальчика? Причем здесь мальчик? Мальчика, который не хочет жить. Если бы ты взглянул ему в глаза, ты бы сразу все понял и не стал меня осуждать. Вера. Верочка, прости меня. Прости. Прости меня, дурака. Прости меня. Я тебя не осуждаю. Я просто... Ну, это чужие дети, понимаешь? Чужие. У них есть свои родители. И если этих родителей петух в одно место не клюет, ну, почему тебя-то их судьба должна волновать, Вера? Тебе о своих детях надо подумать, которых мы с тобой планировали, Вера. Я думаю, Олежек. Я правда думаю. Но я не могу поступить иначе. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ С ДОБРОМ УТРОМ, ОТВЕСЬ Здорово, Степаныч. Андрея, дай наш Галик, умоляю, спасти, горлышко промочить. Горлышко? Ну? У тебя, Степаныч, не горлышко, у тебя глотка. У тебя пасть огнедышащего дракона. И затушить ее невозможно никогда. Нету денег, иди. Уволюсь, ОТВЕСЬ. Ну, кого ты на свою зарплату руб с копейкой наймешь-то, а? Я ж тебе и плотник, и кочегар, и сторож, а? Ну, где ты такого свищешь? Ладно. На, иди с глаз моих долой. Золотой человек. Здравствуйте. Здравствуйте. Принесли документы? Да. Ты че? Пойдемте. Свою находку правильно пришла? Ну, не совсем. Я теперь работать здесь буду. О, а твою вчера увезли. Родители нашлись? Да нет, воспаление легких в больницу увезли. Пойдемте. Как? Вот так. Предупреждаю сразу, слабохарактерным здесь не место. Здрасте. А почему вы решили, что у меня слабохарактер? Будете всех жалеть, надолго вас не хватит. Здесь душа черствеет, иначе нельзя. Здрасте, Анфиса. Здрасте, Лиза. Вот знакомьтесь, Вера, это Лиза, наш врач. Здрасте. Точно она у нас учится на психолога. Если что, можете всегда к ней обращаться. Лиза, и мне нужна история болезни Гриши. Хорошо, Анфиса Андреевна. Сейчас принесу. Пойдем. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Закончились ваши мучения, Ксения Павловна. Слава Богу, а то я вторую неделю в две смены. Знакомьтесь, дети. Это ваша новая воспитательница. Зовут ее Вера Витальевна. Ну-ка, повторили со мной вместе. Вера Витальевна. Молодцы. Вера Витальевна. Так, итак, что мы имеем? Из четырех семей, соответствующих вашим параметрам, Смирнова вычеркиваем сразу. Почему сразу? Я живу с ней в одном доме и вижу каждое утро, как мама гуляет с девочкой. Как? У вас девочка темноволосая? Темноволосая. Так, ну тогда Сорокина тоже отпадает. У них светловолосая девочка. Сама лично принимала роды. Так, Ивлева. Тридцать шесть лет. Больное сердце. Да, врачи запрещали второй раз рожать, но сразу после родов ее отвезли в кардиологию. Девочку забирал отец. Угу. Кучеренко, восемнадцать лет. На учет по беременности не становилась. Так. Систематически употребляет спиртные напитки. Отец ребенка неизвестен. Продиктуйте, пожалуйста, адрес. Я пишу. День добрый. Здравствуйте. Капитан Толмачев. Кучеренко Ирина здесь проживает? Да. Ира! Ира! Вы по поводу прописки? Мы прописали, документы оформили. Вы меня простите, пожалуйста. Я, похоже, адресом ошибся. Ладно, дедушка. Ой, держи. Все, побежала я. Ну, целуй там всех. Да, хорошо. От меня. Давай. Пока. Внучка? Старшенькая. Смотри, попья. Совсем невеста. У сына одни дочки. Аж три. Прокодел. Беженцы они у меня. Я им свою малогабаритку отдал. А сам летом на даче огородничаю. А зимой тут. Да я не жалуюсь. Анфиса без меня. Не-не. Пропадет. Ну, я побежала. Ну, давай. Счастливо. Ну, ладно. Попехи я. Вам куда? В детскую областную больницу. Сходи. Привет, Крошка. А-а-а, напугал, дурак. Прости. Да я забыл. Значит, смотри, физику я сделал. Теперь можем пойти гулять. Не, мне что-то влом, я домой. Хочешь сухарики? Нет, не хочу, спасибо. Не хочешь сухариков? Я же тебе их купил. Нет? Не хочешь сухариков? А тогда просто послать мне. Да не буду я этот слава. Ну, сюда. Не хочу. Ну, один раз. Ну, пожалуйста. Ну, сюда, нет? Ну, тогда вот так. Вот, а мне? Тебе. В честь чего? В честь тебя. Ну, и не только. Ты хороший, плачет. Девушка, ну, как же так? Как вы могли одну такую малютку оставить? То на два оборота сбавляем. Где мы вам столько людей найдем, что к каждому ребенку по няньке приставить? Ну, она же плачет. Мы заходим, проверяем, а сидеть с каждым мы не можем. Тихо, тихо, тихо. Ой, солнышко, тихо. Сейчас я тебя, сейчас я тебя на ручки возьму. Да. Никто не смотрит за моей девочкой, да? Да. Ну, тихо, тихо. Ну, все, теперь я рядом. Мне страшно. Да. Ты моя хорошая. Ты моя хорошая девочка. А-а-а-а. А-а-а-а. Вы к кому? Капитан Толмачев. Можно пройти? Вы почему врываетесь в квартиру? Ивлев. Да. Объясните, что вам надо? Где ваша дочь? Дома. Аня. Иди, Исуи. Где ваша младшая дочь? Где ребенок? Алло. Вера, привет. А ты где? Привет, Олежек. Я сейчас не дома. Это я заметил. А я вот ушел с работы пораньше, как мы договаривались. Олег, я сейчас в больнице. В больнице, Вера? Что случилось? Не волнуйся, со мной все в порядке. Я сюда приехала навестить кое-кого. Помнишь, я тебе говорила про найденную девочку? Ты моя солнышко. У нее пневмония. Вера, ну почему ты? У них что? В больнице врачей нет, что ли? Олег, ну я постараюсь освободиться как можно быстрее. От больницы до твоего дома полчаса ходьбы. Я в областной больнице, Олег. Вера, ну что ты там делаешь так далеко? Значит так, через два часа жду тебя дома. Я ничего не хочу знать. Все, пока. Олег. Я повторяю вопрос. Где ваша младшая дочь? В санатории с женой. В каком санатории? Не смей! Права не имеете. Умерла, Таня. Почти сразу после рода. Врачи предупреждали, ей нельзя рожать. Не плачь, папа, не плачь. Да успокойтесь. Не трогайте моего папу. Это я отвезла Натю на вокзал. Это правда? Почему ты сразу не сказал? Почему вы сразу не позвонили в милицию? Почему вы не сообщили в милицию? Я боялся, что меня заберут. Вы понимаете, что лишение родительских прав вам не избежать? Послушайте, мне жаль, что ваша супруга скончалась. Но ты взрослый мужик. У тебя двое детей. Их надо кормить, растить, воспитывать. Что ты творишь? Одевайтесь. Мы нашли вашу дочь. Вера. Проходите. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы ее отец? Я знаю, что это вы нашли мою дочь. Спасибо вам. Не знаю, как благодарить вас. Есть вещи, которые трудно передать словами. А кто это у нас тут? Это Мих Михач. Я его Насте принесла. Значит, сестренку Настенькой зовут. Да, мы с папой так назвали. В честь бабушки. Анечка, иди ко мне. Вот это тебе, Настя. Ну что, командир, давай, до встречи. Пока. Слушай, хотела спросить, а что будет с отцом этой девочки? Лишат родительских прав? Поживем, увидим. Да взяла этого дурака под личный контроль. Договорились так. Год у него испытательный срок. Если хоть раз что-то накосячить, сразу заявление в суд. Ну а пока буду ходить, смотреть каждую неделю. Спасибо, Костя. Ну, давай, пока. Командир, а ты у меня в долгу. Да, в каком? Принимаю оплату походу в кинотеатр. Я, правда, в кино сплю обычно. Ну, даже храплю и романтично. Ну, пока. Ты на часы смотришь? Господи, Олег, ты меня напугал. Сейчас полвторого ночи. Что происходит? Это кто? Это мне просто подвезли из больницы. Ты во сколько обещала дома быть? Ты знаешь, что я все время тебя здесь ждал? Олежек, ну прости, пожалуйста. Ну, я не могла оставить эту девочку одну. Я меньше месяца. У тебя вместе со сменой работы жизненные приоритеты поменялись. Ну, какие приоритеты? Тебе больше ничего не надо. Я тебе не нужен больше. Ну, перестань. Я устала, честно. Что? Устала? А чем это ты занималась до глубокой ночи, что ты устала? Олег, ну это уже пошло. Пошло. Ага, пошло. То есть являться домой в полвторого ночи, это не пошло. Это мои слова пошло. Либо ты сейчас замолчишь, либо... Либо что? Ну, давай договаривай. Либо... Ничего, пойдем домой. Дай что, Вера. Я сделал выводы. Олег. 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 Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Виталий, ну куда ты побежал? В порядке, да? Безобразник. Вера, привет. Принимай пополнение. Это кто такой? Слушай, у меня два варианта было. Либо сюда его тащить, либо опять на улицу возвращать. На улицу, помогите, обманом заманили. Ой, ты господи. Дружок, ты чего это кричишь? Не бойся. Тебя как зовут, дружина? Вы не имеете права, я не бомж какой. У меня бабуля есть, я с ней живу. Ну хорошо. А имя у тебя какое? Я буду жаловаться на вас, карикатуру. Куда? Карикатуру. Прокуратуру, что ли? Да, прокуратуру. Алло, бабуля. Я в дом малютки на Силковского. Приезжай за мной. И ручку возьми, жалобу писать будем. А бабушка оказалась в больнице. У нее пневмония. А родители у Кузи есть? Слушай, ну, он говорит, что отца совсем не помнит. С матерью там тоже проблемы. Кошмар. Бедный мальчик. Да, спасать надо пацана. Он сейчас связался с попрошайками. Они что угодно могут сделать. Могут и в карты проиграть, а могут. А он такой толковый пацан. Смышленый мальчик. У тебя хорошо получается. Нравится? Да. Ты сегодня ночную? Угу. То есть завтра выходная? Да. Может, в кино? Не могу, Кость, извини. Ладно, честь имею. Вера Виталина. Девушка, подскажите, где Нежская-14? Свернете за обувь, там есть. Спасибо. Ну вот, смотрите, Олечка совсем маленькая. А это она уже постарше. Это она в школу пошла. Вот. А вот Вася, он мне позвонил когда по телефону. Я сказал, ты была права. Надо срочно продавать квартиру и уезжать. Да, а у нас квартира-то была в центре Грозного, на улице Партизанская. Своя собственная квартира. А нам пришлось все бросить. Ну, мы с Васей, мы ведь не против, совсем не против Оли и внука. Ну, кто их содержать-то будет, кто их кормить-то будет, а? Ну, кому же они нужны? Вы посмотрите, он же инвалид. А я в Москве работаю, на рынке. Я один раз в месяц могу приехать, и то на выходные. Я все понимаю. Но неужели вы думаете, что вашему внуку будет лучше в доме малютки? Осуждаете нас. Осуждаете. А у меня, между прочим, два высших образования. Вот, смотрите. Пожалуйста. Я филолог и музыкант, фортепианное отделение. А вы не нуждены торговать на рынке, как последняя хавалка. И почему? У меня же две девочки. Мне же их надо содержать как-то. Мне их надо в люди выводить. Понимаете вы? Не знаю. Мама, надо петь, я не слушаю. Мама, она у меня мешка отобрала. Ну, идите сюда. Мне же их поднимать надо на ноги. Оля. Почему ты трубку не берешь? Денег, значит, и нет. А с каких это пор, чтобы ответить на входящий, нужны деньги на мобильный? И что мы теперь делать будем? Да ты же сказал, что мы всегда будем вместе. Сказал. Почему тогда ты ни разу не навестил меня в роддоме? Я готовился к экзамену. А нет. Мне твоя мама по этому поводу уже лекцию прочитала. Моя мама желает мне добра. Тебе да. А мне и нашему ребенку нет. Секунду. Это ты написала заявление об отказе. Зачем ты это сделал? Ты предала меня, а нас? Ты предательница. Это я предательница? А знаешь, что мне твоя мама сказала? А мне твоя мама сказала, что ты ей сказала, чтобы куча этого ребенка вообще не было. Такого не говорила. Это чушь. Ты посмотри, а. Что же это такое? Я сейчас в милицию вызову. Покоя нет. Ну-ка убирайся отсюда. Убирайся, я сказала. Мама, ты говорила? Мама, ты говорила, Оля? Что мне не нужен ребенок? Ну-ка пошла отсюда. Пошла отсюда, я сказала. Коля, пойдем домой. Ты многого не знаешь. Она опасная. Коля, она вымогала у меня деньги. Такие деньги за что? Коля, она сказала, что напишет заявление, что ты ее изнасиловал. Какая чушь, Коля, ты этому всему веришь? Ну смотри, какая морда бесстыжая. Да надо, забирайте свои деньги. Ой, Коля. Так ты взяла деньги. Коля-ка. За что эти деньги, мама? Коля-ка, пойдем, пойдем. За что деньги? Ой, мне плохо, Коля-ка. Пойдем домой. Мне нужно лекарство выпить. Моя мама не врет. Ой, мне дурно. Мама, не врет. Ой, мне дурно, Коля. Ой, Коля, господи. Фалешка, ну пожалуйста. Но тебе же ничего не стоит помочь ребятам. Помочь? Получить жилье? Вера, ты знаешь, сколько стоит такая помощь? Ну, ну хотя бы не получить, а снять. Ну, у Мэрии наверняка есть в распоряжении жилье, которое она может добавить. Вера. Ну, ну пожалуйста, ну хотя бы небольшую комнату. Главное, чтобы недорого. Ну хорошо, ну а кто они? Ну, я имею в виду, расскажи мне про них что-нибудь. Это два одиннадцатиклассника. Ольга и Николай. Оля на днях родила. В общем-то, все, что я знаю. Пожалуйста, пожалуйста. Ну хорошо, я попробую. Я тебе показать хотел, смотри. Узнаешь этого парня? Ух ты, напечатали. Слушай, ты только здесь на сорокалетнем мужчину похож. Ты ничего не понимаешь? Плохо разглядел. Это будущий мэр этого города. Слушай, такая комедия. Кость! Ой, Вера Витальевна, привет. Знакомьтесь. А я узнал, не волнуйся. Кость, идешь, нет? А, сейчас, погоди, я тебя догоню. Ага. Это Костя, сотрудник милиции по делам совершеннолетним. Угу. Это Олег. Жених Веры. Олег Григорьевич Виноградов, заместитель начальника департамента образования. Вот визиточка, если вдруг понадобится. Милости прошу. У меня визитки нет. Ну, а вам зачем? Вы же не следователь, не оперуполномоченный. Так? Правда же? Кость, а что сейчас в кино идет? Ты знаешь, я не знаю. Мы мимо проходили. Пойдем, пожалуйста, я прошу тебя. Мы, может быть, еще на сеанс успеем. Пойдем. Пойдем. До свидания, Кость. Чего стоим-то? Идем, нет? Слушай, я как-то... Держи. Чего-то настроения нет. Завтра увидимся. Пока. Не понял. Что ты напугал? Стучать надо, когда хочешь войти. Андреевна. Вот. Что это? Деньги. Зыгарька. Отдай мне, Игорька. Какого, Игорька? Правнук мой. Дозволь усыновить. Так это ты что, взятку, что ли, мне предлагаешь? Триста рублей? А не переплатил, Степаныч? Не могу я жить, Андреевна. Когда моя родная кровянушка за казенный счет растет без матери. Срам-то какой. Позор. Всему роду. Все понимаю, Степаныч. Я бы рада. Но видишь ли, в чем дело. Дача взятки должностному лицу карается законом. Поэтому деньги свои забери. Иди, проспись. Совсем задурел. Олежка, а можешь помочь? Конечно. Что случилось? У нас один мальчик есть, он живет с бабушкой. Так. Она сейчас в больнице. Надо бы ее навестить. Общественным транспортом не хочется ехать. Боюсь, пацаненок может убежать. Вера, я бы рад, но боюсь не получится. Я сегодня даю интервью одному из местных телеканалов. Должен подготовиться. Слушай, ты отказываешься, потому что действительно не можешь? Ну, конечно. Ладно. А что насчет тех ребят, помнишь, я тебе говорила? Одиннадцатиклассников? Да. Я тут позвонил кое-кому. Вера, это абсолютно невозможно. Неужели вообще ничего нельзя сделать? Верочка, а ты знаешь, у нас в городе какие очереди на жилье? Знаешь? Да. У них родители есть? Вот пусть они эти вопросы и решают. Я побежал. Сынок, что ты не ешь? Ешь пока горяченькие. Ароматные, румяные. Мама, а ведь ты мне наврала. Что? Оля не могла отказ написать. А хотела, милыша. Ой, палец обожгла. Что ты мне под руку всякую чушь городишь, а? Ну-ка сядь и ешь. Я в школу опаздываю. Я сказала, сядь и ешь. И давай решим этот вопрос один раз и навсегда. Вот как ты думаешь, для кого я старалась, а? В больницу ходила Коле, докторам подарки носила. Я желаю тебе счастья. Я хочу, чтобы ты был здоров. А ваши отношения с Олей, это временные отношения. Так сказать, ошибка молодости, понимаешь? Значит, наврала. Что наврала? Что Оля отказ написала. Как наврала? Она же его написала. Да. Только сначала ты ее обманула. Потом обманула меня. Верно? Блины ешь? Господи. Ненавижу! Дед. Дед. Дед, ну пожалуйста, прекрати. Я тебя очень прошу. Дедушка, ну... Девушка, чего вам надо? Не мешайте мне. Дедушка, я тебя очень прошу. Ну пожалуйста, ну... Мне так плохо, а? Вера Витальевна, я не знаю, меня делает, как магнитом тянет. Я не знаю, что мне делать. Пожалуйста, посоветуйте мне забрать ребенка или нет. Ну что ты, Оль, ну успокойся. Я даже не знаю, что тебе сказать. Понимаешь, в жизни бывают такие ситуации, в которых решения приходится принимать со мной. Иначе потом будешь все же извинить в своих ошибках и в чужих людей. Прости. Поехали в больницу, навестим твою бабушку. Угу. Поехали. Коля, что ты здесь делаешь? Оль, я... Я все понял. Ты была права. Нам необходимо вернуть нашего ребенка. Ты серьезно? Да. Я пока не знаю, где мы будем жить, но... Я обязательно что-нибудь придумаю. Поехали. Я очень хочу забрать это дурацкое заявление. Пойдем только нам его бондели, а? Поехали быстрее. Сейчас выведешь бабулю. Кость, спасибо, что подвез нас. Обращайтесь, Вера Витальевна. Как вы думаете, она осознает, где находится? Ну, сейчас сложно сказать. Нужно подождать улучшение самочувствия. Бабуля, я тут в кроссворде все слова по вертикали вписал. Остались только твои, по горизонтали. Здоровья. Здоровья, скорей. А то в дом малютки не с кем в картишки перекинуться. Никто в них играть не умеет. Не расстраивайся, Кусь. Пойдем. Все будет хорошо. Слушай, Кость, не знаю даже, что делать. Тут, в общем, одна пара есть. Школьники. У них ребенок. А мать, кстати, внучка Степаныча. Знаю, я слышал про них. Да, слышал? Да. Ну, так вот, девчонка отказ от ребенка написала. Под давлением родни. Но, мне кажется, она это сделала, потому что им жить негде. Смотрите, где я. Кузь, осторожно. Ну, в общем, мать Колю с ребенком на порог не пускает. А у Оли вообще дома места нет. Ну, ладно, посмотрим, что можно сделать. Ты серьезно? Нет, ты серьезно будешь этим заниматься? Ну, почему нет? Попробуем, попытка не пытка. Спасибо, Кость. Кузя. Ой. А я иду и гадаю, вы это или не вы. Здравствуйте. Аня вас сразу приметила. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Как ваша девочка? Да слава богу. Вот. Въезд хорошо. По ночам почти не плачет. Вот гуляем. Спасибо вам еще раз. Если бы не вы... Не за что. И вам, Константин Игнатьевич, огромное человеческое задоверие. Я надеюсь, вы без этих дел... Нет, папочка не пьет. Ни грамотечки, ни капелюсечки. Да-да, войдите. Тома? Привет. Привет. Заходи. Ты очень хорошо выглядишь. Спасибо. Присаживайся, если хочешь. А я... Я пришла по поводу работы. Могла бы позвонить? Могла. Ну? Но у меня нет твоего номера. У Веры есть. Я знаю. Но я боялась, мало ли, она что-нибудь не то подумает. А что она может подумать? Ты о чем сейчас? Ну, что между нами что-то есть. Тома, могу я тебя попросить кое-чем? Ну, конечно, можешь. Ты не могла бы пересесть в то кресло? Пожалуйста. Что? Совсем не нравлюсь? Тамара, давай сделаем вид, что этого ничего не было. А ты не переживай. Я насчет работы в лицее. Смотри, какой ты красивый. Ну, чего ты не улыбаешься? Ну, что ты волнуешься? Мне все равно. Прямо все равно. Проходите, сейчас вы его увидите. Что она говорит? Она спрашивает, как его зовут? Его зовут Гриша. О, Гриша. Как Гриша Распутин. Гриша Распутин. Простите. Лук. Лук. Плей. Плей с нами. Лук. Плей с нами. Алло. Алло, Вера. Забирай своих школьников. Костя, я тебя очень плохо слышу. Комон, Гриша. Я говорю, помнишь, ты насчет жилья спрашивал для внучки Степановича? Да. Все получилось. У них будет комната в нашей общаге. Молодец. Тут бой. Ну, все, пока. Once more. Соседи у вас хорошие. О, привет, Артур. Привет. Вот сержант Светлов. Здравствуйте. А здесь старший лейтенант Петрухин живет. Все люди семейные, так что проблем у вас никаких не будет. Ну, что? Так, ребятки, входите. Вот ваша комната. Боже. Как здесь хорошо. Ремонт сделайте, будет еще лучше. А что, Кость, может мне тоже в милицейской пойти учиться, а? Ну, мы все хорошие, а давай обсудим. Ну, просто днем работы, вечером учиться. Хорошо, поговорим. Идем. Ну, ладно, ребят, устраивайтесь. Спасибо вам огромное. Давайте, счастливо. Пока. До свидания. Коль, я не верю. Кость, ну скажи. Ну, что? Ну, как тебе удалось ребятам жилье найти? Ну, поговорился с комендантом нашей общаги. Сказал ему, что он мой племяш. Вот, все, договорились на полгода. Там посмотрим. Здорово. Молодец. Спасибо тебе, Кость. Не очистил систему образования. Вот взяток с другой. Ты что делаешь? Прости, я ничего с собой поделать не могу. Отпусти руку. Олег Григорьевич, вы... Отпусти руку. Я... Знаешь, я хотел... Олег. Олег, я тебе сейчас все объясню. Олег, подожди, я тебе все объясню. Олег. Пошли. Че, припухаешь? Ладно, пошли пока вы. Что, желаете? Один хот-дог дайте. Да, весело. Слушай, надо повторить на самом деле. Спасибо. Не за что. Ну, а что, будем ходы? Давай. Давай. Чего договорились. Что? Давай выпьем. С удовольствием. Улья, мы в последнее время с тобой... Столько у нас размывок с тобой. Олежка, не начинай, пожалуйста. Я просто когда увидел тебя под ручку с этим ментом... Я же уже объясняла, Олег. Вы же в недоразумении. Все, недоразумение. Все, все, все. У меня есть к тебе одно очень важное сообщение. Я тебя слушаю. Вера Витальевна, мне бы хотелось, чтобы в ближайшее время в этом месяце ты стал бы моей женой. Ну, не молчи, Вера. Ты согласна? Да. Да? Ну, есть повод выпить. Давай выпьем. В крови горит огонь желания. Вера, ну что с тобой? Ты как будто не рада. Почему не рада? Да? Вам чего? Худ-дога два. Худ-дога два. Худ-дога два. Худ-дога два. Худ-дога два. Просто все так неожиданно. Ну, как же неожиданно. Мы же с тобой... Что, у вас? Спасибо. Мы же с тобой сто раз это обсуждаем. А ты помнишь, как мы с тобой познакомились? И где? А ну, стойте. Что? Прости. Я говорю, помнишь, где мы с тобой познакомились? Нет. Ну, конечно, помню. В автобусе. Извините. Что случилось, Вера? Что такое, Вера? Вера, что случилось? Да вы смотришь, что он делает, гад. Что? Кто делает? Что? Отпусти! Милиция! Эй! Эй! Эй, стой! Ну-ка, прекратите немедленно! Отпустите его! Вы что, тебя позволили? Ваина, беги! Отпустите его быстро! Вы слова понимаете? Отпустите, мальчика! А чего он мне фальшивки сует? Я сейчас в милицию вызову! Какая милиция? Это же ребенок! Вы что, не видите? Нужно родителей его найти! Сколько он вам должен? Сто рублей! Такие сто рублей! Бог, он долго, сорок рублей! Я вам отдам сейчас! Козел! Чурбак! Его мордастый! Успокойся! Успокойся! Успокойся, успокойся, тихо! Тебя как зовут? Кто как? Погонял у меня лютый! Понятно. А родители есть? Я их с рождения не видел! Ясно. Ну, имя твое настоящее, нормальное имя какое? Сева! Сева! Понятно, Сева, Сева. Сева, у тебя кровь за ухом! Надо к тебе к доктору везти! Да не хочу! Кручу! Вера, ну что ты делаешь? Ну что ты делаешь? Ну, было все так хорошо. Ну, зачем ты портишь? Я прошу тебя, надень пальто. Спасибо. Олег, пожалуйста, отвези нас в трампунт. Я не могу, я же выпил. Ну, какой трампунт? Ну, давай позвоним в милицию. Ну, пусть они с ним разбираются. Я прошу тебя. Понимаешь, я не могу. Уму плохо, мальчишке нужна помощь. Верочка, родная, ну, я прошу тебя. Ну, давай вернемся в ресторан. Не могу, Олечка. Пожалуйста. Давай в следующий раз, хорошо? Вера, ну, не сегодня, но я прошу тебя. Пожалуйста, пойми. Пошли в машину. Вера. Держите. Не обижайся, пожалуйста. Вера. Вера, я... Садись. Быстро садись в машину. Олег, я тебе позвоню. Позьмем. Давай. Давай. Ой, бой, бой. Я только знаю. Кто там? Я Олег. Проходи. Олег, ты чего? Олег, ты что, с ума сошел? Чего? Олег, Олег, погоди, пожалуйста. О, Господи, пожалуйста. Олег, ты что, ты? Господи. О, Господи, какой же ты, какой же ты классный. Иди сюда, сейчас мы стоим. Размирай. Мисс. Вы что, считаете, что можно вот так вот ходить по улицам, собирать беспризорников, как грибы, и везти к нам? Анфиса Андреевна, ну у него кровь течет из-за уха, а трампун закрыт. Для этого есть скорая помощь. Нет, ну а что, по-вашему, надо было позвонить в скорую помощь и оставить его на улице, чтобы он сбежал в притон? А для этого есть милиция. Звать как? Сева. В кабинете у Лизы есть жидкость. Натрете его с ног до головы. Чешется весь. Хорошо. Пойдем. Куда, 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 куда? Что? Все хорошо. Все хорошо. Ну чего ты? Нет, все хорошо, правда. Она дедомовская. Кто? Верка. Ну, был у нее в жизни такой период. Отец погиб во время военных учений, а мать в больницу попала. Пока разыскивали бабушку, ее на месяц отправили в детдом. Вот так. Странно. Она мне об этом не говорила. Ничего странного. Но она не очень любит распространяться на эту тему. Я раньше не понимала, а теперь четко вижу, почему она так к этому дому малютке прилипла. Будто ей там медом намазано. Это был стресс, а стресс так быстро не проходит. Не понимаю. Что? Я отказываюсь понимать. Ну смотри, нормальные родители, да? Вот они, они рожают детей. Они заботятся о них, они их воспитывают, они вкладывают в их воспитание, правильно? Так получаются нормальные члены общества, да? И такие генетические линии должны продолжаться. А те, у кого родители алкоголики, наркоманы, это же шлак, это... Это тупиковые генетические линии. Олег. Так? Олег, погоди, ты что говоришь? Как что? Это естественный отбор, это же... А что такого? Нет, стой, тиши, тиши, тиши. Это что, что-то завелся-то мой Дарвин, а? Иди, иди ко мне. Давай, давай, поработаем еще. Иди, ой, 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 ой. Нет, я не могу, ой, я... Я не могу. Мне надо, идти, идти. Уже пора. Катя, ты куда? Я тоже. Стой, ты... Ты что, ты не останешься на ночь? Я не могу. Я не могу, я... Дома не был, у меня завтра ответственный день на работе. Прости. Прости, папа. Котя, что такое? Что-нибудь случилось? Что-нибудь с детьми? Нет. А что ты здесь делаешь? Что такое? Сейчас. Держи, это тебе. Зачем? Вера. Кость, ну ты что, а если бы я была не одна? Вера. Ну, правда, второго букета у меня нет. Ну прекрати свои шуточки. Держи. Вера, послушай, я... Ну, цветы подарить. Я думаю, ты меня правильно понял. Анфиса Андреевна, вызывали? Да, Лиз, проходи, садись. Подготовь мне Гришину медкарту. Кажется, вопрос с усыновителями решается положительно. Господи, как хорошо. Дай бог, чтобы все сложилось. Дай бог. Простите, а кто эти люди? Американцы, семья Тернеров. Из Пенсильвании. А вы им сказали, что у Гриши гепатит Б? Пока не говорила. А зачем мне их пугать? Достаточно того, что они знают, что у него проблема с ногой. А тут гепатит. Кого угодно испугаешь. Но ведь Гришу уже два раза возвращали. Ну, пожалейте вы ребенка. Это же для него психологическая травма. Лизавета Анатольевна, давай ты мне сейчас не будешь говорить о том, что является травмой, а что нет. Пуфель, лукавчик гони. Че смотришь? Я же давай. Раиса Константиновна, а можно у меня добавки? Конечно. Держи. Я не понял, а что, травмчик побежали в метке что-нибудь? Сева, давай. Молчком, молчком. Кушай. Привет Хорошо. Привет, ребята. Ты такой красивый парень, Гриша. И у вас есть биржи tomorrow, да? Есть подарки для вас. Вы любите? Пока, Гриша. Пока. Пока-пока. Вы-то куда? На, держите. Мне не надо. Гришенька, когда улетаете-то? Ну, не знаю. Не хочу я в Америку. О, дурак, в Америке же круто. Давай я вместе поеду. Я хочу стать моряком. А в Америке, нибудь, даже моря нет. Дурак, в Америке всё есть. Если они откажутся, что ждёт Гриша в нашей стране? Где-то дом до совершеннолетия, а потом дом престарелых. А так начнут общаться, привыкнут. Потом их порадуем гепатитом В. А если они не хотят такого ребёнка, больного? Все хотят здоровых, месяц-отрого от непьющих родителей. Да ещё, чтобы цвет волос был похож. А ты попробуй полюбить такого, как Гриша. С его медицинской картой. Тогда посмотрим, какой ты родитель. Всё, Лиза, разговор окончен. Вот так. Давайте ещё разок. Раз-два, начали. Дорогой Станислав Маратович, от всей души наш коллектив поздравляет вас с вами. Дорогой Станислав Шестидесяти Пятилетиям. Ага, хорошо, молодцы. Дальше, дальше пошли дети. Потом звучит музыка. Ага, правильно, музыка. После... После музыки подарок. Да? После подарка моя речь. А где? Ага. 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 ТЕЛЕФОННОВА ТЕЛЕФОННОВА Алло. Верочка, привет. Да, да, да. Перерыв. Четыре общие сборы. Я тебя на минуточку отвлеку. Просто хотела сказать... Я очень ценю то, что вчера произошло. А что вчера произошло? Ты мне сделал предложение? Никакого предложения не было. Как? Ну так, это было недоразумение. Я удачно думаю. Значит, ты не обижаешься? Конечно, я на тебя не обижаюсь. Но я требую реванша. Сегодня вечером у тебя. Возможно, будут хорошие новости. Слушай, я всю ночь не могла уснуть. Все переживала, думала про нас. Все. Просто... Закрыли тему. В восемь у тебя. Хорошо. Ой, Олежик, а у меня сегодня ночная смена. Ну давай завтра. А завтра в доме малютки праздник. И я могу немного... Давай я и без могу не могу, ладно? Ну ладно, я постараюсь. Ну все, целую тебя. Привет. Привет. Проходи. Вот, Гоша тебе просил штурвал передать. Ой, огромное спасибо. А он тебе зачем? Ой, а это что такое? Два одного мальчика завтра в доме малютки день рождения. Вот, решила приготовить небольшой сюрприз. Посмотри. Как тебе? Нравится? Здорово, матроска. Слушай, Вер, я тебя спросить хотела. А вот, детки в доме малютки, они нормальные? Ну, конечно, нормальные. Почему ты спрашиваешь? Ну, не знаю. Генетика там, наследственность. Говорят, сдают наркоманки, алкоголички. А как тебе сказать? По-разному бывает. Иногда и совсем молоденькие отказываются. А что ты хотела? Ты понимаешь, у нас с Гошей детей-то нету. Не получается никак. Семь лет уже пытаемся. Вот я и подумала, может быть, нам взять ребеночка. Ты серьезно? Угу. Почему нет? Я думаю, вы будете отличными родителями. Ты правда так думаешь? Слушай, а какие они? Я бы хотела Грудничка, чтобы, ну, как говорится, с белого листа. Ну, Грудничков, конечно, еще в роддоме забирают. У нас постарше. Угу. Хорошо. А у тебя есть кто-нибудь на примете? Знаете что? Давай как-нибудь с Гошей приезжайте ко мне на неделе. Сами детишек посмотрите. Ага, хорошо. Ну, ладно. Вера, слушай. А сегодня можно? Сегодня. Угу. Ладно, поедем. Иди за Гошей, собирайтесь. Встречаемся в подъездах. Хорошо, мы быстро. Слышал, тебя тут ВОЗ покрышуют? Как ее? Вера Витальевна? Слушай, ты Верку не трожь, она тетка родная Авторитет на почете Если надо, за любого костюме ляжет Плавали, знаю Она меня с улицы выдернула Мордост мне чуть-чуть не оторвал Ладно, хорош балак все, пошел я Ты что, сбежать решил? Да, сеструха моя болеет Боюсь, Урика ее цыганам продаст Из-за меня Я им бабок должен Надо мне Таня сказать Полотне, что сбежал, прибью Приехали Давай, давай, давай Спасибо Пойдемте Пойдемте Готовы? Чего ты сидишь? Вставай, вставай Замерзнешь на них Поднимайся Вон наши детишки гуляют Можете подойти посмотреть А я пока пройдет сумки отнесу Аккуратно Что, может поближе подойдем? Все побежали, бегом, воплощаться, бегом Пойдем Бегом, бегом, бегом Дети, 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 дети Кто со мной на танках, бегом, бегом Пошли, пошли, пошли Пошли, пошли Пошли Ух, все Идем В руку В руку Давай, Костя, догоняйся Пошли Пошли Осторожно Пошли Пошли Скорее Ну как вы? Вера, а почему они меня мамой называли? Ты им что-то сказала? Да нет, конечно. Они всех незнакомых так называют. Вы меня извините, ради бога, как-то не подумала, что это произведет на высокое впечатление. Вера Витальевна. Что такое? Сейчас, простите. Что Кузя такое? Сева сбежала. Куда сбежала? Он сказал, что побежал спасать свою сестру Полину. А еще он сказал, что урюк может добить их палкой до смерти. Какой урюк? Ты что говоришь? Ребята, простите. Срочно нужно уехать в одно место. Давайте договоримся на следующей неделе, хорошо? Хорошо. Вера, а можно я здесь чуть-чуть посижу? Чуть-чуть меня ноги не держит. Только недолго, ладно? Хорошо. Пошли, Кузя. Алло, Костя. Нужна твоя помощь. Эй, парень. Тебя как зовут? Гриша. А что ты такой хмурый-то, а? Так просто. Что? Не весело тебе здесь живется-то, а? Мне еще равно. Что-то ты какой-то неразговорчивый морячок. А почему вы меня морячком назвали? Так просто я служил на флоте. Правда? Мой папа тоже моряк. Георгий был капитаном. Был, да всплыл. У улицы пришлось он из-за этого. Моя проход все знаю. Флаги, корабли и судов. Знаки отличий. А где твой отец служит, знаешь? Не знаю. Я его никогда не видел. Мне про него бабушка рассказывала. А. А бабушка-то где? Там же, где и мама. В могиле. А вы меня время зря не тратьте. У меня одна нога короче другой. А вы что? Я бракованный. От меня все наши отказываются. Какие еще наши? Русские. Меня иностранцы хотят установить. Я не хочу. Я хочу здесь жить. Ну, отстать ко другу. Ты что, не знаешь, что морякам пустово запрещено? Не нужно спускать. Ну, садись. Стырь наровне. Давай. Будем тренировать дестибулярный аппарат. Вот так. И раз. И два. И раз. И два. В двух словах расскажите там, что произошло. Ну, мальчик, Сева. Лютый. Ну, который я вчера привела. Так. Сегодня Валерийс в окно и сбежал. Кузьма говорит, пошел спасать сестру. Какую сестру? Сколько лет? Полина, меньше меня. Он говорит, что какой-то мужик может забить их палкой до смерти. Какой еще мужик? Кузьма рассказал, что был какой-то Федька беспалый. Потом его посадили. И пришел этот Урюк. Если Урюк пьяный, лучше ему на глаза не попадаться. Зашибет до смерти. Костя, я тебя прошу, ты не мог бы ехать побыстрее. Ну, там же дети. Верочка, спокойно, пожалуйста. Не волнуйся, все будет хорошо. Достану я этого Урюка. Если надо, из-под земли. Если надо, с небес выгерну. Товарищи дорогие. Только сегодня увидели ребенка и хотите усыновить. А вы хоть понимаете, какой круг забот на вас ляжет? Обмыть его. Обстирать, нянчиться с ним. Постоянно. Эти расходы на ортопедическую обувь. Супинаторы эти. Ну, оно вам надо. Так, а Гриша говорит, как будто он лежащий больной. Нормальный мальчик. Моряк. Моряк не то, не то. Да прекратите вы эти ваши дурацкие сравнения. Ну, какой он моряк? Он инвалид. Вы, кстати, сказать тоже. Я еще не знаю, как к вашей кандидатуре отнесутся. В опеке. А что такое? Я работаю, жена тоже. Да, нам кредиты дают в банке всегда. А это? Что это? Если это, работе не помеха. Почему маяс? Нога должна помешать усновлению ребенка. Ну, ладно, не будем ссориться. Знаете, давайте так. Приходите ко мне через несколько дней. Сделаю для вас хорошую подборочку. Выберем, чтобы чисто было все по генетике. Возраст помоложе. Начнем жизнь с белого листа. Нам не надо с белого. Нам Гриша нужен. Вы понимаете это? Текут краны. Ну, замени там что-то. Может, вентиля надо поменять. Сделаешь? Ну, все, пойду. Я... Давай, будь здоров. Что случилось? Были у Анфисы Андреевны. Умоляли отдать им Гришу, а она отказала. Так видите, Гришу-то вроде как американцы на следующей неделе забирают. Но не хочет он ехать с американцами. А с ними у него полный альянс. Ну, подождите. Пойду. Может, что получится. Простите, а как фамилия? Наша. Да. Матвеева. Матвеева. Лёва, хорошо, что пришёл. Уезжаю в Горана на совещание. Остаёшься за старшего. Хорошо. Мам, почему ты Гришу-Матвеева мне отдаёшь? Лёв, ты что, не в себе? Ответь на свой вопрос сам. Ты чё? Хочешь сказать, что ты о Грише так заботишься? Тёрниры были первыми. Они уже документы оформили. Ага. Тёрниры были первыми. Мам, ну, есть же закон. Закон, по которому приоритет принадлежит российским семьям, так? Ой, как будто никогда не нарушали. Я тебя умоляю. Мам. А я ведь знаю. Знаю, почему ты Гришу в русской семье не отдаёшь. Так, и почему? Потому что тебе, американцы, деньги дали. Дали, и что? Я на эти деньги полгода буду наших детей кормить. У меня 60 человек на балансе. Что ты на меня смотришь, как на врага народа? Иди сходи к нашему мэру. Спроси, почему он финансирование не выделяет на наш дом малютки. Мам, ну, отдай ты Гришу Матвееву, ну, подтяну я каких-нибудь инвесторов. Штаны сначала свои подтяни. Инвесторов он подтянет. Лёв, ну, ебу, какой ты смешной. Мам, ну, нельзя же так. Ну, ты же видишь, его к ним тянет. Ну, нельзя же жертвовать счастьем одного ради... Можно, сынок. Я когда тебя усыновила, мой муж из дома ушёл. Забыл? Я пожертвовал своим женским счастьем ради тебя. Я не просил тебя это делать. Есть вещи, которые я менять не буду. Случай с Гришей, один из них. Поля... Поля... Слышь, Поля, просыпаемся, текаем отсюда. Просыпайся. Кузьма Михайлович, ну что? Вот эта дверь! Вот эта? Да, да, эта! Точно эта дверь! Так, Эр, подожди. Держись, исток, если что, свистеть будешь, понял? Вера, электрошокером умеешь пользоваться? Да. Держи. Всё, стойте здесь, понятно? Вера, Таня, я ещё один ход знаю. Где? За углом. Стой, здесь никуда не уходи, хорошо? Проснись, текаем отсюда. Какие люди, ну, верблюди. Рад, что зашёл на огонёк. Гони бабки, Лютый! Папа, гни! Гони! Гони бабки, Лютый! Дева! Чёрт, согласен, вы жуты! Иди сюда, погоня, я встал! Костольку! Папа, гни, давай вместе подумаем! Где найти? Попробуй, утрой его! Пусти! А ты кто такая? Дайте отсюда, пока жива! Ну, ай! Пусти! 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 Привет, ещё раз, Костя! Привет! Ну что? Спит! Дождёмся утра, а там будем думать. Может быть, поедем в больницу на полное обследование. Давай я вас отвезу. Нет, спасибо, Кость. Ты так много делаешь для нас. Ну, для них. Моя работа. Ну, знаешь, люди разные бывают. Спасибо, что тебе мне всё равно, Костя. Да ладно, что ты в самом деле, Вера. Нет, я... Ты же единственный, кто согласился мне помочь. Вера, прекрати, мы. Кость, ну ты... Ты понимаешь, что мы сделали? Мы же помогли детям, ну... Ты... Ты, Кость, пожалуйста, так больше не делай никогда. А виноват, Вера Витальевна. Больше не буду. Я замуж и выхожу. Ты что, забыл? Даже если ты выйдешь замуж, я... Всё равно тебя буду ждать. А ждать, пока мы... Будем вместе. И как долго ты готов ждать? Да хоть всю жизнь, Вер. Ты мой человек, я... Сердцем чувствую. Костенька, я... Я тебя очень прошу, не делай так, чтобы я начала избегать наших встреч. Ну, что я с собой поделать-то могу? Не сердись. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Имя, фамилия? Дед Мазай и Зайцы. Год рождения, дед Мазай. Сто тысяч первый. От старя Гороха. Костя, вот показания свидетелей. Так, отлично. Вот, плюсное заявление, десяточка ему светит. Ознакомься. Ты знаешь, что это такое? Кто? Паша Лох. Паша Лох? Слушай, окорчит из себя Дона Корлеонов. Не говори. Имя ж ничто, погоняло все. Хорош, мужики, глумиться. Ты читай, читай. Чего ж тебя так рано освободили? Вышел по УДО за примерное поведение. Молодец, молодец. Тут они, видать, тебя уму-разуму не научили. Представляешь, собрал малолеток и заставлял их на рынке деньги кленчить. А сам их избивал. Вот этим вот. Узнаешь? Прочитал, подписывай. Не буду. А ну-ка, подержи-ка его. Вы что, мужики? Вы что, мужики? Вы что, мужики? Я никого не бил. Я... Я не молит. У меня справка есть. Успокойся ты. Сядь. Об такое дерьмо, как ты, Павлик. Руки марать себе дороже. Видишь, подонок. Ты взрослый мужик. А железячки-то свои испугался. А сам детишек я избивал. Подписывай. Право руляй. Товарищ капитан, по правому борту пролетают чайки. Полный вперед. Товарищ капитан, а кто это плывет по левому борту? Ах, это москвой кит, товарищ капитан. Полный ход, товарищ капитан. Осторожно, перед единицей. Лево руля. Лево руля. Мы причаливаем к земле, товарищ капитан. Капитан корабля просит своих друзей пройти на борт шкуны. Пожалуйста, детишки, раз. И... Так, осторожненько, давайте. Садимся. Самые лучшие места занимайте быстро. Так. Олежь, Кузьма, ты извини, что я тебя Фуфи называл. Я вижу, ты парень ровный. Хоть я не послушал меня и болтнул по мою сеструху. Ну что, типа дружба? Ну все, ништяк. Садочка. По морям, по волнам, нынче здесь завтра-то. По морям. По морям. О, дядя Костюм. Это ураган сгустил нашу мачку. А вы починили. Здесь завтра-то. По морям. Морям, морям, морям. С днём рождения тебя. С днём рождения тебя. С днём рождения тебя, Гриша. По морям корабля. Дуй. С днём рождения тебя. Ура! 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 Да-да, входите. Привет, ты не занят? Привет. Какими судьбами? Меня там спросили, по какому я поводу. А я сказала, что по личному. Я правильно сделала? Шикарно. Извини, я немножко занят. Да, я вижу. Тебе чем-нибудь помочь? Ты куда-то переезжаешь? Да, переезжаю. Вчера начальника отправили на заслуженный отдых. Мне достался соседний кабинет. Большой, широкий, просторный. В общем, грядут кадровые перестановки. Замечательно. А ты не могла бы вот эту туда положить, ту коробку? Ложи, пожалуйста. Я тебе позвоню все время, а ты не отвечаешь. Позвонила? У тебя что-то с телефоном? Да, да. Я видел, что ты звонила, но я на совещании был, я не мог говорить. А что бы ты хотел, чтобы я приготовила тебе сегодня на ужин? Я бы хотел... Ничего. То есть как? Ну вот так, не надо мне ничего готовить больше. Я больше не приду к тебе, Тамара. Почему? Я что, что-то сделал не так? Я чем-то обидела тебя? Нет, нет, дело не в этом. Тогда в чем дело? Я что, хуже Веры? Ну, нет, кое в чем-то даже лучше. Но не люблю я тебя, Тома, понимаешь? То есть для тебя это нормально, да? Так вот просто взял, ворвался в жизнь человека, а потом просто забинул на шкаф, как этот глобус? Тамара, успокойся. Нет, это ты успокойся. И знаешь что? Не ты, а я буду решать, когда наши отношения закончатся. Понял. Нашлев. Когда ты пошел разговаривать с Анфисой, я почувствовала гордость за тебя. Ну, а что толку-то? Американцы на него сижу, документы оформляют. Но все равно. Понимаешь, мне важно, что ты это сделал. Кто-то же должен противостоять Анфисе. Анфиса Андреевна, простите, я... Я все поняла. Могу я поговорить со своим сыном? Ну, давай только, если опять нотации, не сейчас. Завтра зайдешь ко мне в кабинет, возьмешь деньги и вернешь их американцам. Не стыдно им в глаза смотреть. Я с пеленок вырос моряком. У меня дорог широка. Вот какой характер моряка. По морям, по волнам. Нынче здесь, завтра там. По морям, 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 морям. Нынче здесь, а завтра там. Кость, а хорошая себе мать-то получилась. Можешь смело идти на флот. Здрасте. Здорово. Этому что здесь надо? Он мне просто помог сумки донести, Олег. Понятно. Ты опять опоздала. Я тебе звонила, а ты телефон отключил. Телефон выключил, чтобы не слышать дурацких оправданий. Пытай сумки. Повежливей, товарищ. Костя, дай ему сумки. Дай сюда чертовы сумки. Че ты мне их вырываешь? А, я забыл, вежливо надо, да? Дай, пожалуйста, сумки. Пожалуйста. Благодарю. Подержи, пожалуйста. Я тебя прошу, не надо, Олег. Ну че, непонятно-то, а? Не грубей, командир. Олег, не встань! Ах ты. Олег, ну что ты делаешь, ребята? Ну, вы встаньте, ребята! Вольно. Отойди ты. Все, тебя я больше не знаю. Олег. Пока. Олежек. Юрьев. Ну, уйди ты! Я не могу это больше терпеть. Ты меня достал уже своими упреками. Мне хочется убежать куда-то от тебя подальше. Да беги! Никто тебя не держит. Как со мной могло это произойти, я не понимаю. Как я могла быть такой наивной? Антон, немедленно застегнись. Не ори на ребенка. Можно подумать, тебя вообще волнует, что с ним происходит. Это опять она? Это она? Ты опять начинаешь? Да эта шлюха могла позвонить и мне и попросить тебя к телефону. Мы же теперь большая дружная семья. Дай сюда телефон, я звонок на работе. Ты вообще меня за идиотку держишь? А кто ты? Я за идиотку держу. Истеричка, в порядок себя приведи. Я надеюсь, твоя дура знает, с кем связалась. Диана, я не мог тебе позвонить. Да, да он здесь дурном. А ты же меня понимаешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 На, держи Значит так, тут молоко и яблоки Доктор сказал, тебе можно Вон, похудела как Ничего, скоро ты поправишься, и я заберу тебя домой Домой? Слава Богу, у нас с тобой есть дом Откровенно говоря, мне давно пора домой Меня ждут все Звонят постоянно Куда-сюда звонят? Да, так вы из театра, вы принесли мне роль? Нет А что, надо было? Вы не хотите дать мне роль? Что с вами? Бабуль, ты чего? Это же я, Кузьма Твой внук Вот так, мальчик Тебе понравилось? А это твоя мама? Бабуля, это Вера А я Кузьма, твой внук Какой смешной мальчик Все бабуля и бабуля Так, вы из театра? Бабуля, я был плохим, теперь я буду хорошим, я обещаю Я исправлюсь, я буду хорошим, я обещаю А у Кузьмы есть кто-нибудь, кроме бабушки? Мать Лишили материнских прав Отца он в жизни не видел Про других родственников я ничего не слышала Понимаете, болезнь Альцгеймера Она имеет несколько стадий Доктор, не надо меня жалеть Скажите прямо Это временно? Я посоветую найти нового опекуна И побыстрее Бабушки уже лучше не будут Вот здесь А вот здесь Давай-давай 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поднимешь? Давай, дыши. Хорошо. Давай, спинка, поворачивайся. Пойдите. Что случилось, Лизонька? Анфиса Андреевна, у этой новенькой все тело в синяках. Надо срочно фиксировать побои. Поверь моему опыту, без толку. Подать в суд от ее имени мы не можем, а официального опекуна мы не знаем. Так надо у брата ее спросить, у Севы. Во-первых, он ей никакой не брат. Он ее называет сестрой так, чтобы защитить. А во-вторых, у нее есть официальный опекун, какой-то детдом, не знаю какой. А вы что, знаете эту Полину? Да, пару лет назад она была у нас. Но из-за того, что молчала, отправили ее в коррекционный детский дом, думали ку-ку. А оттуда в другой, в третий. Вот так кочует. Господи, бедная сирота. Полина не сирота. Ее родители живы? Как живы? Они что, они алкоголики? В том-то и дело, что нет. Отец работает в администрации города, мать экономист. Оба с высшим образованием. Я не понимаю. Но как такое возможно? Все возможно в нашей жизни, Лиза. Ребенок родился с тяжелым физическим дефектом. Сказали, в роддоме несовместимым жизнью. Сказали, две недели протянет и все. Родители поплакали, погоревали. Написали отказ. А Полина выжила. Ну почему же никто не позвонил? Не сказал родителям. Два года назад я звонила. Как раз надо было подписывать документы на квартиру. Рассказала все маме. Ну что? Конечно, они были в потрясении, что ребенок жив. А потом подписали документы, что они не претендуют на квартиру. И все. Привет. Да как же такое возможно? Ребенок мыкается по подвалу. Голодает. Какой-то гад избивает ее. Родители живут в том же городе. Ходят по тем же улицам. И спокойно спят. Анфиса Андреевна, давайте еще раз им позвоним. Не надо никому звонить. Они свой выбор сделали. Ну давайте еще раз попробуем. Я говорю тебе, не надо пробовать. Хватит нам Вера Витальевна, активистки. Когда я звонила ее матери, она была беременна. От Полины они отказались. И второго ребенка потеряли. Так что для них это больная тема. Анфиса Андреевна, у нас на территории чужой ребенок. Не хочет уходить. Вот, вот, посмотрите, пожалуйста, его запомните, его фотография. Вот он сейчас вот в этом... В общем, Кость, по камерам наружного наблюдения ничего не понятно. Сам он вышел или кто-то его из машины вытащил. Вы, главное, спокойствием. Все вокруг разбежал. Всех опросил. Ничего. Боже мой, пощитель, Боря. Тихо, подожди, не трынди. Боже мой, как это может быть? Как это? Так, когда я не уходил, о чем вы хотели мне спросить? Скажите, пожалуйста. Боже мой, Боже мой. Ваш мальчик, может быть, в последнее время он общался с каким-то из взрослых на детской площадке, может быть, через интернет. Нет, в интернет мы ему не разрешаем залезать. Так, площадка... Мать, наш сын в последнее время чем занимался? Господи, не знаю, он мультики смотрел. Боря! Ты понимаешь, что его могли похитить? Боже мой, его могли похитить. Кто его мог похитить? Зачем? Скажите, а у вас есть враги? Ну, вам кто-нибудь угрожал в последнее время? М? Ты откуда, малыш? Тебя как зовут? Алло. А где родители у тебя? Ну, давай мерочку. Да, наверное, боится. А ты вообще меня слышишь? А может, он того, бездомный? В таком дорогом прикиде. Степан, иди занимайся своим делом, пожалуйста. Бери лопаточку. Сразу же видно, что домашний ребенок. Толя! Толь! Толь! Толь, возьмешь мальчика с собой поиграть? А вы во что сейчас играете? В рыцарей. В рыцарей? Ух ты, как здорово! Ты хочешь в рыцарей играть? Да? Давай. Только у нас без имени нельзя. Тебя как зовут? Петя. Петя? А фамилия как? Кольчугин. Беги, Петя Кольчугин. А Ларчик просто открывался. Петя Кольчугин. Гениально, Антон Александрович. Ну, я в милицию звонить. Не надо. Сегодня у нас телевизионщики будут. Попросим снять сюжет про Петю Кольчугина. Ну, Анфиса Андреевна, как-то нехорошо. Но родители же волнуются. Да? А деньги не выделять на дом малютки, хорошо? Небольшой скандальчик нам как раз будет очень кстати. Так, дети, дети, собираемся. Собирайтесь, не вижайте, Степаныч. Виа, а бабушка больше меня не любит? Почему ты спрашиваешь? Она меня не узнает. Кусь, это сложно. Но постарайся все-таки понять. У бабушки тяжелая болезнь. Какая? Старость. И, к сожалению, врачи еще не придумали от нее лекарства. Совсем-совсем не придумали. Бабушка больше не поправится. Болезнь забрала ее память, она больше не сможет о тебе заботиться. Но я уверена, она любит тебя по-прежнему больше всех на свете. Откуда знаешь? Она тебе сказала. А еще, самая большая мечта твоей бабушки, чтобы ты вырос сильным и никогда не плакал. Я буду сильным. И не будешь плакать. Ну, это хорошо. Пойдем. А когда я вырасту, я буду доктором. Придумаю такое лекарство, что бабушка не болела. Еще я буду милиционером. Вот. Молодец. Ну, пойдем. Эй. Ты веселый. Иди сюда, Марина. Вот, смотри, твои друзья играют. Привет, подружка. Привет. Кость, ты иди, поиграй, я сейчас догоню тебя. Здравствуй. Мимо проходил или по делу. А ты знаешь, я как-то совмещаю, приятно и с полезно. Давай быстрее, а то мне нет куда. Ну, давай, ну что ты. Понимаю. Боишься, что кто-то тебя опередит и раньше тебя спасет. Нет? Не клеится на что-то с тобой разговор, я пойду, хорошо? А стой. Ну, не кипятись. Я насчет Олега пришла. А при чем здесь Олег? Да при том. Отношения у нас с ним. Что? Не понимаешь? Роман у нас с Олегом. Спит он со мной, теперь поняла? Заходим, заходим. Хорошо, хорошо. Попробуем. Ладно. А от меня тебе что нужно? Ой, сама невинность. Вера, ну послушай, ну Олег нормальный мужик, понимаешь? И баба ему нужна, нормальная. Ну так устроим ему счастье, ты уж нас нормальная. А как я могу это сделать, если ты ему проходу не даешь? Ты что-то перепутала. Ну послушай, да ты как собака на сене, ни себе, ни людям. Если не хочешь замуж за мужика, что ж ты из него кровь-то пьешь? Он сидит в квартире, как в берлоге, и ни с кем даже разговаривать не хочет. Вера, ну послушай, ну прости, ну оставь мне Олега, пожалуйста. Мне нужно идти. Верочка, я нужна ему, понимаешь? Я тебе больше жизни благодарна буду, пожалуйста. Прощай, там. Вера! Здравствуйте, с вами говорит автоответчик. Оставьте, пожалуйста, ваше имя и номер телефона после звукового сигнала. Я знаю, ты дома, Олег. Возьми трубку, надо поговорить. Я сейчас сама к тебе приеду. Ну что, ты готова? Что? За медом едем. О, господи. Ты понимаешь, Костя, у меня возникли срочные дела, мне нужно уехать. Как? Куда тебе уехать? Извини, я не смогу с тобой поехать. Прости, пожалуйста. Погоди, погоди, а как? А кто за медом поедет? Ну, съезди ты. Вот, возьми с собой Кузьму и съезди. Хорошо? Я тороплюсь, прости. Тебя довезти? Нет, не надо. Вы поезжайте. Ну что, берешь меня с собой? Кого спросить надо? Анфиса Андреевна. Анфиса Андреевна, подпишите. Ну, давай, скорей. Что делаешь? Сейчас по чайной лодке. Ну, давай, давай, заноси. Да неси скорее, времени нет совсем. Большой рекордца. Да ладно, не суетесь, что это делаешь. а ты едут уже. Давай, праздник ведь забиваем. А что ты? Не падай. Так, нашла. Родители Самойловой. Улица Лесная, дом, пятнадцать. Петька! Иди сюда! Петька! Стой, иди позови ее. Петька! Тебя зовут. Пуфел, ты что, не догоняешь? Че? Ты Петька или не Петька? Я тебя зову, зову. Ты что, глупой? Петька. Путьма Михайлович, скажи мне, Вера Витальевна, хорошая девушка? Угу. А мамой какой будет? Хорошей? очень хороший. Да? Угу. Угу. Держи. На, держи, попробуй. А то вдруг не сладкий. Ну что, сладкий? Угу. Как считаешь, а если замуж ее позову, пойдет? Не. Почему? А у нее жених есть, Олег. Я слышала, она с ним по телефону балакала и сказала, что к нему поедет. Поехали. Угу. 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 Олег Что тебе нужно? Ты зачем пришла? Надо поговорить По-моему, мы все сказали друг другу Раз ты здесь один, в таком состоянии Слушай, а тебе не все равно, в каком я состоянии? Я ни в чем перед тобой не виновата, не надо кричать Хорошо Я изо всех сил старалась сохранить наши отношения Ты сам поставил меня перед выбором Перед каким выбором, Вера? Либо ты, либо эти дети из дома малютки Послушай, мне наплевать на дом малютки На тебя и на твоего мента Ты зачем пришла? Что тебе надо? У нас были планы Квартира, отдых, ребенок Все коту под хвост Как только появился этот подкидыш с вокзала Ты бессердечный, Олег Ах, я еще и бессердечный Зато ты слишком жалостливая Мать Тереза, тебе о своей семье надо подумать А не об этих чужих подкидышах Так как ты смеешь так говорить, что ты знаешь о них? Об этих подкидышах Это я знаю, Олег Я сама была подкидышем Я целый месяц провела в детском доме Когда меня потеряли, выбросили И я запомнила это на всю жизнь Ты не представляешь, как это страшно Когда ты никому не нужен Ты целыми днями воешь Просыпаешься и не хочешь жить Потому что ты никому не нужен Ни папе, ни маме, никому Уходи Уходи к своему менту, он тебя поймет Уходи Убирайся отсюда И не приходи сюда Никогда Вы блиночки мои Вы блины мои Блины Вы блиночки мои Напекла я блины На Чеперес Эй, привет Я приехал Я приехал А как же зовут мальчика? Пузя Спасибо, Пузя Пойдем Я приехал Я приехал Кипятец 15 минут Потом уже спередает Ой Ай Ну и что ж ты не ответил? Давай без сцен, хотя бы в такой момент А вдруг это она похитила Антона? А что? Я слышала такую историю Любовница похитила ребенка Убила его Для того, чтобы муж быстрее ушел из семьи А ты заткнешься или нет, дура в шиншиле? А что? Ты считаешь, нашего ребенка мог похитить кто угодно Кроме твоей офисной шлюшки? Она что, святая? Так, не надо решать свои проблемы за счет нашего сына И вообще, ты, может, хотела, чтобы его похитили? Что? Да сейчас, может, начнешь всех крести под одну гребенку? А не ты или мне сегодня утром? Сказал, что вообще жалеешь о том, что я тебе родила сына! А ты сам и что говоришь? Мне уже ваши отношения поперек горла Успокойтесь, пожалуйста И сядьте Оба Пожалуйста Сергей Алексеевич, там это, по телеку хлопца какого-то пропавшего Показывают Не ваш час Мы готовились к Масленице Оформляли двор, вот видите, все своими силами Вдруг вижу На лесенке Чужий мальчик, не наш Подхожу, спрашиваю Мальчик, ты чей? Молчит Спрашиваю, где твои родители? Не отвечаю Как тебя зовут, мальчик? Это подачи Наш Это наш А как зовут твоих маму и папу? Никак У меня нет папы и мамы Так ты что ж, сирота? Да, я один А живешь где? Нигде не живу Если кто-то в этом мальчике узнал своего сына, мы вас ждем здесь Смотри, Фуфи Из-за того, похоже Антон! Антон! Антон, ты куда? Антон, ты что делаешь? Ты почему? Любименький мой Сынок Антоша Где же ты был? Антоша Если вы еще раз будете так с папой ругаться Я твою суету и вы больше меня никогда не увидите Сынок, мы не ругались, мы так шутили Я больше так не могу Сынок Прости, ты прав Ты прав, мы с мамой больше не будем Это больше никогда не повторится Ты веришь в нас, да? Прости Лизь, пойдем Слушай, сколько можно ждать? Ты, наверное, адрес перепутала Вер Давай подождем еще немного, а? Ну, слушай, одно из двух Либо адрес не тот, либо они здесь не живут Мы уже несколько часов ждем Ты не обижайся, я пойду, ладно? Стой, Вер Вот они Стойте! Стойте! Девушки, все в порядке? Что случилось? Извините Я хотела с вами поговорить Девушка, мы торопимся Простите, но Это очень важно Речь идет о вашем ребенке Вы ошибаетесь У нас нет детей Отойдите от машины Подождите, как же? Ваша дочь Полина Она жива, помните? Что вам надо? Оставьте нас в покое Лиза, ну пойдем Правда Нет Подождите Ваша дочь Вот, смотрите Вот Полина Ее сбивают Издеваются над ней Ну посмотрите же Она ведь даже похожа на вас Лиза, ну прекрати Хватит Ну что, довольны? У нее больное сердце Откуда у вас эта фотография? Кто вам дал наш ад? Вам что, деньги нужны? Кто вы такие? Извините нас, ради бога Мы Мы просто хотели сказать Что вашей дочери очень плохо У нее очень слабое здоровье Она пять лет провела на улице Пожалуйста Не отворачивайтесь от нее У нас нету дочери Мы похоронили ее Когда в роддоме нам сказали Вам что, этого мало? Извините 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 Стойте Подождите Стойте Дайте фотографию Она мне сегодня Снилась Я не знаю почему Просто Сон Вы очень нужны ей Сделайте шаг навстречу Прошу вас Скажите Где она В доме малютки Не отказывайтесь от нее Стойте 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 Неужели ради этого ты копалась в документах заведующей? А что оставалось? Анфиса не дала бы адрес. Тихо. Прости. Алло. Что? Кто умер? Ты к бабуле, бабулечка моя. Он пусть постоит. Он будет тебя охранять. Пойдем. Кузя, ты куда, Кузь? Кузьма! Пусть простится. Ну, с Богом. Ангел-охранитель. Спасибо. Спасибо. Кость. Я вчера разговаривала с Анфисой Андреевной по поводу Кузьмы. А ты ничего не знаешь о его родителях? Ну, вроде бы, мать жива. Только она еще в детстве от нее отказалась. А что? А что? Я собираю документы. Хочу усуновить его. Ты серьезно? Какая ты... Ты молодец, Вер. Таких женщин, как ты, Олег будет счастлив. Олег? А почему ты заговорил про Олега? Костя? Подожди, объясни. Что происходит у нас? Никаких нас не существует. Никаких нас не существует. Ну, что ты? Подожди. Я не понимаю. Что-нибудь случилось? На Масленицу ты ездила к Олегу и... Я действительно ездила к Олегу. Но только для того, чтобы отдать ключи от его квартиры. Это правда. Мы расстались. Вера. Где Эрочка? Где Эрочка? Не туго? Не-е-е. Подержи меня. Дай вторую быстренько. Татус? Ага, все. Ну, все, готов. Давай. Аккуратненько. О-о-о. Стоять, боец. Аккуратно. Колени согни. И спину выкину. Вот. Отлично. А теперь на меня. Правой ногой толкайся. Раз. Не бойся, давай. Поехала. Давай. Вот. Стой, боец. Кузя, ты сам. Осторожней смотри. Молодец, а. Ты хотела о чем-то со мной поговорить? Знаешь, я тебе должен сказать, у меня ужасный характер. Ну, правда, я действительно... Правда, если я мало сплю, я становлюсь таким раздражительным. Да. Ну, что да? Ну, ты же не знаешь, о чем я хочу тебя спросить. Да. Ты выйдешь за меня? Да. Я люблю тебя. Ты живой там? Ну-ка, 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 вставай, 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 вставай. Да. Ты живой? Не понимаю твое веселье. Через каждую пять метров шлепнулся. Тошки. Подъехали. Хоккей. Только в центре улазим. Тошки. 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 Ниesto. Тошки. Тошки. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok